На территории первой гимназии собрались пожарные машины и карета скорой неотложной помощи. Сотни человек столпились возле здания. В учреждении состоялась учебная эвакуация по проверке готовности учеников и рабочего коллектива гимназии к чрезвычайным ситуациям. Организаторами был имитирован пожар в одном из классных кабинетов, а огнеборцы на деле показали, как надо выносить людей из пожара. Я считаю, что данная эвакуация проводится из-за того, чтобы ученики образовательного учреждения знали, как действовать в случае возникновения пожара, знали, что делать, куда направляться во время эвакуации. Это была наша не первая эвакуация, мы уже проводили подобные учебные мероприятия, поэтому было все стандартно. Перед началом эвакуации в гимназии прошла водная часть, так как в здании находились не только гимназисты, но и представители других учреждений. Проблему возникновения чрезвычайных ситуаций и терроризма с ними обсудил первый заместитель главы местной администрации. В своем выступлении Шамиль Халитов предложил максимально обустроить здание и территорию учреждений, чтобы обеспечить безопасное пребывание детей. У вас есть освобожденный замок, решите с этими зданиями гаражей, которые полуразвалены. Что мы ждем, когда плита упадет на ребенка, что ли? Есть полуразвалены, плиты торчат, это же опасно, понимаете? Мы ждем, когда трагедия произойдет и после этого, что ли? Поэтому, в конце концов, создайте комиссию, выезжайте туда, решайте или сносите эти гаражи, или ремонтируйте, чтобы они действовали и работали. Теоретическая часть прошла и для учеников. На классных часах юноши и девушки рассмотрели различные виды чрезвычайных ситуаций. Они просматривали историю их возникновения, возможность появления в нашей местности и как следует действовать, оказавшись в ЧАЭС. Но это не все, чему обучают гимназистов в учреждении. Отрабатываем также вопросы, тематика такая, как чрезвычайные ситуации техногенного природного характера, действия, значит, учащихся в случае, создавшегося какого-либо характера криминогенной ситуации, в случае, значит, захвата заложников, то есть различного террористического акта. В целом, готовность гимназистов к чрезвычайным ситуациям оценили представители Управления гражданской защиты. Эвакуация прошла довольно-таки успешно, персонал готов. Для того, чтобы так организованно проводить, необходимы, конечно, тренировки. Мы видим, что тренировки они прошли, и дети готовы, и они знают, как действовать в случае возникновения пожаров. Татьяна Галиева, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник».